когда-то давно до начала времени жизнь стала преобразовывать неживую планету процесс длился миллиарды лет и земля изменилась появилась атмосфера растения и животные затем свои первые шаги сделал человек скоро он научился использовать силу огня он получил власть над природными стихиями создал первые технологии и мир стал меняться снова человеку покорилась вода вложившая мощь в журнала мельниц земля взрыхленная плудом стала в избытке кормить его воздух наполнили его паруса и понес сквозь пространство он углубился в недра земли и сумел обратить их сокровища в топливо своих костров приручил электрон окутал землю нитями по которым в жилище стали строиться свет и тепло создал машины которые помогли ему стать еще сильнее как когда-то жизнь подстроила под себя неживой мир теперь техника подстраивала под себя жизнь планета опять изменилась до неузнаваемости и человек стал повелевать даже самыми мельчайшими частицами и все вокруг стало служить человеку пока однажды покоренная природа не восстала и не исторгла его так родилась чернобыльская зона отчуждения после взрыва на чернобыльской атомной электростанции в 1986 году опасные для жизни радиоактивные частицы были разнесены ветром и осели на территории более 200 тысяч квадратных километров радиоактивному облучению подверглись почти восемь с половиной миллионов человек все земли в радиусе 30 километров от эпицентра взрыва оказались непригодны для жизни сотни тысяч домов покинутый каждый из них чья-то родина утраченная навсегда среди обеспеченных обезлюдивших деревня крюки одно из самых загрязненных мест по какому-то неизвестному закону мироздания именно здесь родился и провел детство человек всю жизнь посвятивший тому чтобы судьба его родины не стала судьбой нашего общего дома планеты земля посвященная приносии то Продолжение следует... Анатолий Юницкий, изобретатель, автор новой глобальной концепции транспорта как инструмента преобразования цивилизации. Его имя стало известно в 1982 году, когда журнал-изобретатель и рационализатор опубликовал статью об общепланетарном транспортном средстве. Идея Юницкого состоит в том, чтобы построить вокруг планеты специальную конструкцию, внутри которой в вакуумном канале находится линейный электродвигатель. Разгоняясь до первой космической скорости, ротор двигателя за счет центробежной силы может поднимать конструкцию вверх, в космос, выводя на орбиту порядка 10 миллионов тонн грузов и 10 миллионов пассажиров за каждый рейс. Такой транспорт откроет перед человечеством небывалые возможности освоения космоса. Туда, в неживое пространство, необходимо будет перенести все вредное производство. Природа возродится. Откроются безграничные возможности развития солнечной энергетики. Станут доступны бесконечные пространственные и сырьевые ресурсы. Перспективы межпланетных и даже межгалактических полетов. Масштабная индустриализация космоса. Работа над реализацией идеи заняла более 40 лет и стала смыслом жизни Юницкого. Это потребовало поиска особенных решений – технических, предпринимательских и моральных. На его пути были преграды чиновников, предательство друзей и непонимание коллег. Несколько раз у него все отнимали, и он должен был начинать с нуля. Но все время он упорно шел вперед. Юницкий не только придумал, но и обосновал, а затем стал воплощать свою глобальную идею. Он пропустил ее через себя, прожил свой транспорт. Человек, заново попытавшийся открыть космос для человечества. Человек – самое близкое и самое далекое, что есть во Вселенной. Одна из величайших загадок ее. Субтитры создавал DimaTorzok В детстве я помню плохо, потому что у меня с детства слабая память, практически ее нет. Я в детстве знаю, что рассказывала матери и младшей сестры, она младше меня на три года, и в детстве лучше помнит, чем я. Ну, а первое такое воспоминание – это мы одно короткое время жили в Донбассе, мама работала в шахте тогда, рабочей, и отводила меня в школу. Я пошел в первый класс очень рано утром, и я зимой стоял на крыльце, и мёртвом, и ждал, когда, ну, где-то час откроют школу, чтобы зайти в школу. Ну, это, наверное, такое самое яркое впечатление, воспоминания из раннего детства. Маме приходилось работать с рассвета, это с 5-6 утра и до 10 вечера. Она так уставала, что ей даже не было времени куда-то пойти, что-то, как все другие люди, за грибами, за ягодами ходили. Это только мы с братом ходили. В 4 утра он меня будил, и я так плакала, я же маленькая была, 5-й годик, а он идем за грибами. Какие грибы, сейчас же темно, зато мы будем первые в лесу. Вот шли, там находили пенечек, в лесу же вообще темно, а мы где-то на опушке пенечек. Мы сидели там, досыпали, спали на этом пенечке. Когда наступал рассвет, мы самые первые собирали самые лучшие белые грибы, боровики. Уже шли в деревню к 8 часам утра, к 9, а люди только туда шли и удивлялись. Ну как это юницкие идут уже с грибами? И когда вы успели? Ходили, нужно было, конечно, мы держали, мама держала корову, и двух поросят, я помню. Их тоже нужно было кормить и траву же рвать, вот если пропалывали огороды, как бы этой травой, но почему-то добавляли щавель. И нужно было кошелки такие большие на спину, вот эту кошелку собрать. Это у нас задание было с ним, как бы. Я так уставала, что солнце же нужно было рвать, это же уже не ночью ходили, а днем. Что мне однажды приснился сон, что одна щавлинка выросла до самого неба. Я ставила лестницу, лезла с ножницами и начинала стричь. Это мне так надоедало в реальной жизни собирать этот щавель, что я даже во сне видела и мечтала, чтобы он дома рос, а мы никуда не ходили, и я его стригла. Получается, мы сами себя воспитывали, и в характере выработался то, что мама трудолюбивая, и вот это привелось нам, особенно вот Толе, мамино упрямство к труду. Детство Юницкого пришлось на тяжелое время, когда страна восстанавливалась после войны. Отец оставил их, мать тяжело трудилась, чтобы прокормить семью. Сперва на самой сложной шахтерской работе проходчика, затем в колхозе. Жизнь их печальна и голодна, но мир вокруг от этого не менее интересен. Человечество стоит на пороге космической эры, и даже в глухой деревне Крюки, где они жили, до них доносится это предчувствие эпохи. Наверное, что больше всего на меня повлияло, ну, как на формирование личности, это, наверное, моя изобретательская деятельность. Потому что я стал изобретатель, ну, наверное, с 5-6 лет. Ну, и делал ракеты, мне это было интересно, с немецкого пороха дымного, и бездымного там был рядом немецкий склад, его взорвали партизаны, и порох этот, и снаряды разлетелись. Увлекался пиротехникой и думал вот над всем этим. Это, собственно, ази физики, так сказать, я начал постигать, вот в детском возрасте. И, наверное, развивал свой творческий потенциал. Ну, благодаря этим, да. И не все гладко шло, иногда там что-то, пожары случались, или... Я помню, как запустил ракету в деревянской хате. Представляете, там соломенная крыша, деревянная изба. И эта сама ракета, ну, прямо в доме запускал. Ну, ребенок. Она попала в занавеску, занавеска загорелась, потушила, скомкала, и спрятала от матери. Она продолжала тлеть. Если бы мать не зашла в хату, ну, она хата бы сгорела. Ну, она мне, естественно, мне объяснила с помощью ремня, что так делать нельзя. И этот урок услугал. И потом уже, когда я... Мы переехали из семьи в Казахстан, там рядом Байконур, где-то в 200-х километрах. Ну, мы жили в Никольском, сейчас Садпаеве, это Джисхозган. И я уже делал ракеты двух-трехступенчатые, которые улетали на высоту два-три километра. И в последней ступени сидела живая мышка, которая спускалась на парашюте. И я, естественно, заботился о том, чтобы она спустилась живой, а не мертвой. Поэтому даже разрабатывал специальные пиропатроны, которые ее выстреливают оттуда. И уже надо выстрелить, у меня сейчас парашют. Вот это собственно вот эта вся история с ракетами, да, ну, наверное, сформировала меня и как личность, и как изобретатель. КОНЕЦ КОНЕЦ Нужда заставляет Юницких переехать к сестре-матери в Казахстан. Вместе легче сводить концы с концами. Они селятся в городе Никольском, ныне Сатпаев, недалеко от космодрома Байконур. Здесь изобретатель учится в старших классах школы. Горида самая лучшая школа в артистической школе. На первом месте была. Это все знают. Раньше все это профессора, доктора, ученые все здесь учились. Близость космодромов формирует насыщенный контекст для увлечения ракетным моделированием. Город живет слухами о том, что происходит на Байконуре. И Юницкий тоже чувствует себя причастным к космонавтике. В шахтах, находящихся в округе, взрывают породу, а остатки взрывчатки выбрасывают. Их Юницкий использует как сырье для создания собственного ракетного топлива. Затем он и сам учится изготавливать порох из подручных средств. Он проделывает путь от простых конструкций к сложным системам, внимательно рассчитывая каждый элемент. Мечтает стать космонавтом или авиаконструктором. Им движет дух первооткрывательства. К тому времени уже побывал в космосе Гагарин. Поколение Юницкого полно решимости изменить мир. Мы дети того поколения, которое победило в войне. это было первое скажем так первое освобождение людей. Когда наши люди, наши отцы, я сейчас говорю в целом, поняли, что от них что-то зависит. Когда они почувствовали себя. Жизнь была ценна не тем, что ты имеешь, что у тебя есть, чем ты владеешь. А тем, что ты живешь, ты можешь что-то придумать, что-то решить. Это поколение, наше поколение, было выращено во многом на мечте. это 61-й год, полет Гагарина. А до этого, по-моему, в 58-м, второй спутник с ракетой-носителем, я не помню, когда запустили, по-моему, то ли в 57-м, то ли в 58-м году. Что-то такое вот. Но мне было лет 10. И я увидел это на небе. Ну, мы ждали, мы знали, что должно пролететь, и надо смотреть. Я увидел. И я заорал, благима, летит, и я побежал. А дверь, двор был заасфальтирован, ну, плохо, коряво, одесский двор. Споткнулся, упал, ободрал все, что мог. колени, руки, все кровавое, слезы, одновременно с тем, что смотрю я на эту ракету-носитель, которая моргает. Понимаете? Это время было такое. Желаю вам благого года. Поехали. И вот здесь вот впервые мы увидели, как летела ракета. Я помню, это хорошо, что я училась в четвертом классе, и находились мы во дворе. Анатолий катался на велосипеде, а я с девочками что-то вот играла. И вот это, наверное, или низко налетело, или что. Были такие разводящие круги, как бы больше, меньше, меньше, наверх, да? И я так испугалась и кричала, Толя, война, бежим к маме. И бежала, мы жили на втором этаже, бежала и кричала, мамочка, война, война. А она потом и объяснила, нет, здесь недалеко космодром, и это запустили, очередную ракету. И вот Толя еще в деревне начинал с ребятами увлекаться, когда они бегали и в эти землянки их собирали, старые находили патроны, все, они там старались и с порохом, и с порохом. А вот здесь, когда приехали, он именно заинтересовался этим. Увлечение юнитского изобретательством, научная фантастика, место жительства и склонность к анализу приводит его к неожиданным выводам. Масштабный выход человечества в космос, космические путешествия и открытия новых планет все это невозможно сделать при помощи ракет. Ракеты неэффективный и опасный транспорт. Изначально созданные для войны, они разрушают планету даже при мирном использовании, взрывают землю и небо, нанося вред экологии и оставляя космос таким же недоступным. О планетарной экологии я задумался давно, опять же, в школьные еще годы, когда был эпизод, мы с сестрой пошли в кино, в летний кинотеатр, и так случилось, что экран был в сторону Байконура. И мы сидим, смотрим фильм уже, ночью, естественно, и там рядом с экраном горящая точка полетела вверх, я понял, что запустили ракету с Байконура. Ну, запустили, запустили, их тогда много запускали. Но когда мы вышли из кинотеатра, ну, часа через полтора пошел такой ливень, что мы шли по коленам вали. А там вообще-то полупустыня, редко идут дожди. Я связал эти два факта. Запуск ракеты на Байконуре и испортилась погода в 200 километрах. Ну, тем более, я в ракеты увлекался, стал думать, а вообще ракета-то, вообще, конечно, это серьезная вещь, он космонавты летает в космос, будущее с ними связывают, а насколько она экологична, безопасна и так далее. И когда я проанализировал, еще школьникам, да, стал разбираться, что это как озоновый слой, да, что это там, и выяснилось, что там запуск тяжелой ракеты делает дыру в озоновом слое, слое размером с Францией. Что одна тяжелая, ну, ракета-носитель может уничтожить, связать до 40 миллионов тонн озона. Вообще, чтобы получить 40 миллионов тонн озона, ну, чтобы восстановить, это надо потратить, наверное, миллиарды долларов, если не десятки миллиардов долларов, да. Поэтому, вообще-то, те, кто запускает ракеты, должны платить экологический налог. Они наносят колоссарный счет. Потому что погода на планете делается в озоновом слое. Там поглощается до 4% энергии, солнечной энергии. И озоновый слой еще служит одеялом, который как бы утепляет и задерживает инфракрасное излучение, которое отражается от планеты. Поэтому влияние озонового слоя на климат где-то в тысячу раз сильнее, чем влияние человека, чем всей индустрии. конец. Además, до вести на острове гадон В線 Но если не ракеты, то что? Поиск ответов требовал знаний, за которыми Юницкий отправился в Тюмень. Где-то здесь, в этих стенах, он глубже вникает в вопрос и впервые нащупывает решение. В это время осваивалась наша тюменская территория. В это время приехало огромное количество молодежи к нам сюда, чтобы строить города, осваивать нефтяные, газовые месторождения. Нужны были строители. В ту пору у нас в городе был лишь только один институт индустриальный, который на одном факультете готовил строителей. Этого было очень и очень мало. И по этой причине было принято постановление, в результате которого был создан на потребу дня наш ВУЗ. И вот тогда стали появляться первые факультеты. Первый факультет – это был факультет инженерно-строительный. И вслед за ним буквально практически одновременно был создан автодорожный. Те люди, которые стали работать на этих факультетах, готовить будущих строителей нашего тюменского региона, приехали отовсюду по приглашению первого ректора Михаила Васильевича Мальцева. Он собрал очень такой способный коллектив, который жил очень дружно, сплоченно. И с этого момента строительный институт в своем развитии пошел вперед. Перед Юницким открывается мир науки. Его интересуют глобальные проблемы и возможности решить их инженерными средствами. Он ставит перед собой самые сложные задачи. Придумать способ выхода в космос более совершенный, чем ракеты. Изобрести транспорт, который был бы лишен недостатков всех известных вариантов передвижения, будь то поезд или автомобиль, но сочетал бы в себе все их преимущества. Вокруг он видит такие же одухотворенные глаза ровесников, рядом с ним шагающих навстречу приключениям жизни. Я считаю, что я получил очень хорошее образование, хотя казалось бы, ну что там, молодые преподаватели в районе 30 лет, где-то среднего возраста, которые тоже, как и я, вот поехал учиться, и они приехали тоже за романтикой, за запахом тайги. Такие, ну, толковые, вот все практически. И я с многими из них подружился с преподавателями, потому что я выделялся способностями. Мои ребенка где-то будет? Сопроматный, светалка, физика, физика, высшая математика. И я вот, ну, моя первая любовь. А там были колокольны, мы решали задачи. Вот надо было за урок решить задачи. Так я себе решал задачи, ей помогал, но решал задачи. И преподаватели-то знали, чтобы я кому-то еще не решил, а они меня обгоняли. Молодость немыслима без любви. Юницкий встречает Галину. Они вместе учатся, вместе проводят время, узнают этот незнакомый город первооткрывателей. У них была там комсомольская студенческая свадьба. И мама приехала с Казахстана, я училась в Тобольске, из Тобольска, и отец приехал, жил в Мозыре тогда. Вот мы тогда все встретились. Но потом он, по-видимому, я не знаю, вот здесь вот, как он или с отцом переписывался, или созванивался, что тот пригласил заканчивать Минске, что ли, сказал. «Заканчивайте здесь, и ближе будет, я, может, какую-то пользу могу оказать». И они перевелись в Минский институт. Скоро их станет трое. Появится на свет Сен-Денис. Для того, чтобы позаботиться о ребенке и жене, Юницкий переводится на заочное отделение. В Политехническом институте получает диплом инженера путей сообщения по специальности автомобильной дороги. Несмотря на то, что учебу приходится совмещать с работой, его дипломный проект признается лучшим на факультете в 1973 году. Затем он отличается во время службы в армии, где, волею судьбы, попадает в ракетные войска. После армии и недолгое время Юницкий работает в дорожно-строительном тресте в Гомеле. Но специальность инженера не соответствует его амбициям и интересам изобретателя. Ему хочется намного большего. Детские мечты о покорении космоса остались живы. Для того, чтобы заниматься наукой, изобретательством, Юницкий переходит в Институт механики металлополимерных систем Академии наук БССР, где проходит путь от инженера до руководителя патентно-лицензионной службы. Получает десятки авторских свидетельств на изобретения, которые внедряются в экономику и приносят государству сотни миллионов. Четырежды в период с 1979 по 1988 год становится лучшим изобретателем института по итогам года. А сам институт, благодаря его деятельности, выходит на первые места по изобретательству в СССР. Но главное не это. Параллельно с официальной работой, Юницкий совершенствует концепцию общепланетарного транспортного средства. К 1977 году идея получает завершенный вид. И он подает первую заявку на получение авторского свидетельства на самое грандиозное инженерное сооружение за всю историю. В 80-е годы я был школьником. Отец работал в институте полимеров, если сокращенно. Всегда ходил пешком на работу, приходил с работы и занимался своими изобретениями. У него был кабинет рабочий, стол, документы, папки. Вот так вот это выглядело. Мы тоже жили в двухкомнатной квартире. Здесь, в Гомеле, Юницкий работает день и ночь. Его мышление упоено теми возможностями, которые способны предоставить человечеству его изобретение. Ему видится новая заря космонавтики, но с ним не соглашаются. Раз за разом Юницкому отказывают в выдаче авторского свидетельства, приводя все новые и новые аргументы. Земля — геоид, а не идеальная сфера. На ней есть неровности. Вы не учитываете влияние Луны. Не хватит денег. Не хватит металла. На планете не найдется столько бетона, чтобы построить конструкцию вдоль экватора. Были аргументы о госком изобретении СССР. Они не выдавали мне авторское свидетельство СССР на изобретение. Ну, это патент, да? Потому что на стакаду не хватит там бетона, металла. И тогда я выдумал аргумент свой. Вот есть уже другое решение, более простое и так далее. И, например, на все опоры, эстакады вокруг экватора хватит бетона, который пошел на строительство плотины Саяно-Шуршинской газ. То есть бетона одной плотины хватит на все опоры. А если взять металл, то, в принципе, я тоже такой аргумент нашел, что уже сейчас почти миллиард, ну, тогда было почти миллиард автомобилей. Если мы поставим автомобили вплотную друг к другу, как кирпичики вокруг экватора, то с этих автомобилей можно построить стену высотой 100 метров. Так неужели не хватит даже металла, который шел на автомобиле, чтобы построить эстакад? Ну, конечно, хватит, да? Это сегодня там металла нужно столько примерно, сколько выплавляют металлургические заводы, там, стали за несколько дней. По деньгам, чтобы это все сделать, это все заработал, надо где-то, ну, 2,5 триллиона долларов. Но если мы разделим на население, а это там уже там под 8 миллиардов человек, да, то на одного человека придется затраты меньше, чем на айфон. Ну, мы же все с телефонами ходим, смотрим, у некоторых даже по 2-3 телефона. Так неужели таких денег, ну, человек не отдаст, чтобы спасти планету из себя и своих детей? Он идет на пролом и организует первую в мире конференцию по вопросам безракетного освоения космоса. Несколько знаменитых космонавтов, ученые и энтузиасты со всего мира. Проблемы экологии будущей цивилизации в центре внимания конференции. На киностудии «Беларусь. Фильм» о событии снимут ленту, режиссером которой станет Юрий Хощевацкий. Он приехал, видимо, из Гомеля. Он мне объяснил свою эту идею с этим колесом. Поскольку я по первому образованию физик, теплофизик и механик, я это моментально понял. Мне это очень понравилось. Все расчеты мне показались интересными. Я понял, что это рабочая штука. У меня было 14 авторских свидетельств. Я работал конструктором в свое время, так что понять мне было легко. И мне показалось, что это действительно очень здорово. Тем более, что мир, на мой взгляд, в тот момент начал искать глобальный проект. И вот это могло бы стать глобальным проектом. Вот это могло стать глобальным проектом. Потому что, вы же смотрите, какое количество людей должны были разрабатывать. Какое количество людей должно было бы обслуживать подобный проект. Какое количество стран было бы заинтересовано, чтобы у них часть этого проекта была. Вот китайцы сейчас шуруют шелковый путь, да? А это ведь круче, вот этот проект. Даже тогда это круче. Посмотрите внимательнее. Возможно, это утро новой ступени нашей цивилизации. И заря этой новой эпохи загорается здесь в лоб. И мало кто догадывается, что именно здесь проектируется будущее всего мира. Это был фильм, который в каком-то смысле забрасывал нас и наше представление о своем будущем в какую-то новую технологическую эру, когда все изменится, когда люди станут все образованными, когда мы будем в этом мире не последними людьми, когда мы взаймем свое место, свою нишу. То есть это были наши мечты. Впервые изобретатель высказывается так громко и решительно, и его слышит. При содействии Федерации космонавтики и Фонда мира СССР в Гомеле открывается Центр Звездный мир, цель которого, ни много ни мало, реализация программы спасения Земли от гнета индустрии. Фонда мира СССР Раньше на работе занимался изобретениями не только ОТС, но и другими. Став директором Центра Звездный мир, получается, можно было и рабочее время полностью посвящать своему изобретению. И, соответственно, разработка и какие-то научные исследования пошли быстрее, потому что и стал уже собираться коллектив единомышленников, которые тоже этим занимались. Работа в Центре Звездный мир требует больших усилий, но это именно то, к чему стремился Юницкий. И он берется за дело, не жалея себя. Проблемы экологии на Земле возникли из-за того, что мы создали человечество-индустрию, мощную индустрию. И она пришла в противоречие с биосферой. Поэтому проблемы экологии на Земле принципиально не могут быть решены. Можно только оттянуть. Но все равно, рано или поздно, произойдет деградация биосферы, исчезновение огромного количества видов живых организмов, не исключено, что и человеческого вида. Поэтому для того, чтобы спасти человечество, чтобы были возможности безграничного развития, нужно вынести, оставить эту индустриальную мощь земную, но вынести ее за пределы биосферы, то есть в космос. Задача состоит в том, чтобы за счет выполнения научных, проектных и конструкторских работ для различных предприятий выйти на самообеспечение и получить возможность финансирования программы создания общепланетарного транспортного средства. Центр одновременно выполняет заказы и проводит исследования на такие темы, как необходимость индустриализации космоса, возможности и перспективы повышения эффективности наземного транспорта, устойчивое развитие городов, цифровые валюты и многое-многое другое. В первые дни нового поприща он пишет письмо своей матери. Здравствуй, милая мама. Давно не писал, извини. На то были причины. Все свободное время отнимала подготовка к первой научно-технической конференции «Безракетная индустриализация космоса. Проблемы, идеи, проекты», которая завершила свою работу в городе Гомеле на прошлой неделе. Вся нагрузка легла на меня, как инициатора и организатора этой конференции. В ее работе принимали участие летчики-космонавты Малышев, Волк. Они сидят рядом со мной, полив в руку на снимке. Конференции показывала центральная телевидение программа «Время». Писали центральные газеты. Это большое событие, начало нового этапа в космонавтике. После конференции с писателем Касько и представителем Федерального Санатки СССР ездили в Брагинский район, в зону. Были и в нашей деревне Крюки. Мрачная картина. Все взросло бурьяно, у меня даже собак. Пустые скворечники, разгромленные хаты с выбитыми стеклами, развороченная школа. Нашей хаты нет, пустое место. Водитель одной из машин, на которых мы ездили, помнит, как со своей матерью они ходили к нам в гости. Деревня Крюки – самое сильное загрязнение разъективного в Белоруссии. Мама, приезжая на лето, на даче жить можно. В этом году я ее окончательно делаю. В отпуск никуда не поеду, проведу на даче. Радиация там нормальная, как в Киеве, Гомеле, Ленинграде. Как твои здоровья? Чем занимаешься? Сообщи, когда поедешь. Я вышел тебе деньги на дорогу. Целую Юницкие. Аминь. 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 Своими глазами увидев, каким катастрофическим последствиям может привести развитие технологии, Юнистский шаг за шагом описывает, каким должен быть мир, как он должен меняться, чтобы избежать трагедии. Но все разбивается обалченность, бюрократизм и тупость тех, кто стоит у власти. Юнистский становится неугодным власти. Его деятельность раздражает чиновников. Эффективность работы Центра «Звездный мир» резко контрастирует с неэффективной работой государственных предприятий. Например, созданный «Звездным миром» всего за 7 месяцев комбайн имел вдвое большую производительность при стоимости в 20 раз ниже тех, что с огромными затратами делали на Гомельском заводе. Его политические заявления идут вразрез с официальной линией правительства. Его космополитизм воспринимается как угроза, и от Юницкого решают избавиться. Запуганные единомышленники отворачиваются от него. Его снимают с должности директора. Он берет портфель и уходит на улицу, впервые лишаясь всего, что было создано с таким трудом. Ты кто такой, товарищ Юницкий? Ты хочешь оставить 30 тысяч человек на бомсельмаже без работы? Ты понимаешь, что у тебя сейчас посадят? Ты комбайн еще какой-то пытаешься сделать? Рационализатор. Крем. Если ты сейчас же не прекратишь, то будешь сидеть за решеткой. Ходкой, ходкой, ходкой. Ходкой, ходкой. Юницкий берет дипломат и уходит. Вслед за этим рушится весь мир. Юницкий расходится с женой и остается почти одинок в своей борьбе. Его поддерживает только сын. Распадается страна, повергая людей в нищету. Большие наукоемкие проекты, оказывается, никому не нужны, как и наука в целом. Юницкий вынужден кое-как сводить концы с концами и искать другие, новые способы достижения задуманного. Ему необходим проект, который может быть реализован в обозримые сроки и принесет средства для достижения цели. Ему нужен бизнес. И он скоро находится, став частью программы по созданию общепланетарного транспортного средства. АТС должно находиться на стакаде. Она не должна быть на большой высоте. Это 10, 15, 20 метров. Не надо сотни метров. Но все равно это же 40 тысяч километров. И если сделать действительно стакаду традиционно, в том числе через океан, там, три четверти это по экватору, даже больше там это океан, по воде, то это будет безумно дорого. И осталось совершенствовать эстакаду, упрощать и удешевлять. И так упростил и удешевил, что вся эстакада превратилась, ну, фактически, на очень легкую, такую ажурную конструкцию, в которой я подумал, а что, если на эту конструкцию, ну, превратить его в рельс и поставить транспортное средство, и оно поедет по этой конструкции. Струнный транспорт – самый эффективный способ передвижения из когда-либо существовавших. Юницкий ставит перед собой задачу создания идеального с точки зрения физики транспорта и выполняет ее. Экологичный, безопасный, доступный. Первый шаг на пути к общепланетарному транспортному средству, которое для своей работы потребует более совершенной, чем существующая, транспортной инфраструктуры на Земле. Через несколько лет усердной работы инженерное обоснование проекта готово. За это время он пишет монографию, в которой детально разбирает все необходимые составляющие технологии. Настало время практической реализации. В поисках поддержки и средств на воплощение задуманного он едет в Москву. У него нет денег. Он ночует на белорусском вокзале, а днем ходит из кабинета в кабинет и стучится во все двери. Далекий 2000-й год. Я был тогда чиновником. 16 апреля 2000-го года ко мне пришел Юницкий. Это, помню, было первая половина дня, где-то около 12 часов. Он мне буквально в 40 минут начал рассказывать концепт, и мне через 40 минут стало абсолютно все понятно, что он предлагает, как он предлагает, и в чем заключается именно суть технологии, именно струнных технологий. Я по первому образованию учился в Киевском институте инженеров гражданской авиации на факультете авиационного оборудования. И первая моя курсовая работа в институте, она называлась «Транспорт будущего». И моя последняя фраза, которая была, что транспорт должен отвечать определенным критериям безопасности, экологичности, дешевизны. И этот концепт на сегодняшний момент еще не придуман. Понятно, что это не магнитный подвес, не скоростная железная дорога, не авиация, не автомобили, потому что они не отвечают требованиям сегодняшнего дня. Это было написано в 1987 году, как раз когда Юницкий все это уже активно развивал и делал. И это у меня похоже было на уровне такой интуиции. И когда он у меня пришел и начал рассказывать, мы с ним тут же начали разрабатывать план действий. Я, будучи тогда чиновником и обладая определенными возможностями, мы прошли практически по всем олигархам, по всем крупным структурам. Дальше мы были и у Шойгу, как он тогда МЧС возглавлял, еще очень ряда министров. И с точки зрения поддержки могу сказать, что уже, ну так как у нас сейчас уже такая обзорная вещь, что нас очень серьезно поддержала на тот момент Минтранс. Нас интересно поддержала Минэкономики. Тогда был первый замминистра Андрей Шаронов, и он написал и в Хабитат в ООН письмо в поддержку, потому что там грант очень большой планировалось выделить. И как это ни странно, нас тогда зарубило всю эту работу развития дальнейшей именно с точки зрения поддержания Миннауки, которая сказала, что это направление не перспективное, транспорт в России как бы весь реализован, и поэтому дальше это развивать неинтересно. В этот же момент как раз произошло знакомство, ну я по мере работы я общался очень плотно с Александром Ивановичем Лебедем, который поддержал, но основную, скажем так, дальнейшее развитие технологий сыграл Дмитрий Владимирович Терехин. Он на тот момент был очень крупным бизнесменом, очень серьезным, и он заинтересовался этим проектом, и фактически такое серьезное финансирование в 2000 году как раз вот начали структуры, которые возглавлял Терехин. И по тем временам были выделены довольно неплохие деньги, это более полутора миллиона долларов в 2000 году, и началось как раз уже такое активное движение, активная реализация вот этого озерского проекта, то есть когда начали строить уже первоиспытательный полигон, первоиспытательные стенды, и тогда технология уже из категории концепта перешла уже в промышленные образцы. В Московных озерах прошли первые испытания уникальной транспортной системы. Совсем скоро в эксплуатацию там будет запущена воздушная струнная дорога. Скорость нового транспортного средства может доходить до 500 км в час. Покататься на нем можно будет уже в этом году под Москвой. Виталийцы же называют его струнным модулем, потому что рельс, по которому он движется, напоминает по форме струны. По струнам собираются возить в Москву чистую питьевую воду, которой здесь, в озерах, предостаточно. Такую железную дорогу еще только предстоит построить. Мы определяли стадии, до которых надо дойти, чтобы было какое-то логическое развитие в системе. Понятно, сначала надо было не окрас делать, а экспериментальные образцы, там побольше. Поэтому вот и дошли до образца в натуральную величину, как говорит Сергей Ветеран, который вот этот Урал стоит сейчас у Марины Горки. То есть надо было очень важно, хотя эти модели действующие уже были, да, там один, не помню, сети, там, в каких масштабах, которые показывал Юнийский на выставах, на разных, представлял. Но как-то в воздухе витало у всех, как бы, ну а как это будет настоящего? Значит, никто не верил, что вот там по тонким, внешне они смотрят тонким рельсам, там, по тонким струнам поедет, может поехать тяжелая машина. Ну и поэтому вот построили там под Ступино, вот этот спрямлянный участок. И это было оправданно тоже, то есть когда он поехал, когда этот Урал поехал вот по этим струнам, это все равно совсем другое ощущение вызывается у всех людей. И сразу туда приехали, соответственно, губернаторы эти там, кто на то время там был тоже заинтересован, финансировал тогда и Громов, и Лебедь. Вот, и, значит, то есть мы двигались логично, да, то есть вот этот этап. Струнный транспорт реализован в озерах. Первый образец взбирается на эстакаду, доказывая правильность всех проведенных расчетов. Как же сложно было заставить двигаться по тонким рельсам эту тяжелую машину. Сколько талантливой и кропотливой инженерной работы было вложено в это движение. И это только начало, прототип, неуклюжий зил на стальных колесах, прообразы радиодинамически совершенных модулей, со скоростью 500 км в час, перевозящих пассажиров и грузы, полностью автоматических, абсолютно безопасных для людей и для планеты. Более того, это еще и амбициозный бизнес-проект ЮНИСКОГО. Принципиально новая система, превосходящая на порядке и автомобильный, и железнодорожный, и воздушный транспорт. Опять, как когда-то в звездном мире, кажется, что самое трудное осталось позади. Проводятся многочисленные исследовательские и конструкторские работы. Испытания моделей струнного транспорта в аэродинамической трубе. Выполняются проекты по двум грантам Организации Объединенных Наций. Ведутся переговоры с инвесторами и чиновниками. Министерство транспорта Российской Федерации организует в озерах специальную выездную сессию. Познакомиться с технологией приезжают журналисты, политики и бизнесмены со всей России и из других стран мира. Наконец, его услышали даже в правительстве. Ведер Атольевич, на мой взгляд, нам надо не столько и не только догонять остальной мир, мы сегодня об этом говорили уже здесь, сколько обгонять его в принципиально новом направлении. И я уверен в том, что нашей стране сегодня нужна такая большая, амбициозная сверхзадача. На мой взгляд, ей может стать транспорт нового поколения, который может эксплуатироваться в любых условиях, быть самым экономичным и экологически безопасным. И я веду, может быть, для некоторых покажется достаточно странным вид в транспорте, но я хотел бы сказать о том, что такие разработки у нас есть. Это струнный транспорт Юницкого. Вопрос разработки по струнным технологиям мы, как минимум, на 15 лет опережаем Запад. Спасибо. У вас интересное выступление, Сергей Иванович. Я думаю, что когда лет 200 назад или там 150 лет назад рассказывали про паровоз, то специалисты в области конных перевозок так же сидели и так улыбались, типа, чушь какую-то рассказывают. Но потом из этого получилась целая отрасль, которую, кстати, вы возглавляете. Именно это, кстати, и есть инновации, если уж так по-честному. Но такие уже серьезные. Восторг длился недолго. Трагически погибает один из основных инвесторов, генерал Лебедь. Другие его партнеры по личным причинам прекращают финансирование проекта. После презентации струнного транспорта президенту России какие-то неизвестные люди за считанные часы организованно сносят полигон в озерах. На его месте остается никому ни до, ни после ненужный пустырь. Отсюда Юницкий уедет в Киев, Ханты-Мансийск, Сидней и десятки других городов по всей земле. Везде он будет предлагать свое транспортное решение, проработанное, небывало близкое к совершенству, доказавшее свою состоятельность. Он будет получать поддержку и будет предан как минимум дважды. После одного из таких предательств у него случится инсульт. Он вплотную подходит к строительству трасс струнного транспорта в Ханты-Мансийске. Но в планы вмешаются внешние обстоятельства – экономический кризис 2008 года. После каждого такого случая его спутниками становятся разочарование, страх, новое запустение и новая неизвестность впереди. Он не прекращает своей борьбы. Ему снова есть за что бороться. Он не одинок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это было лето, это был Крым, это было что-то такое, чего я не видела раньше в глазах других людей. То есть это была какая-то осмысленность. Разговаривали и о струнном транспорте, и о безракетном освоении космоса. На самом деле, как оказалось потом, я ходила в детстве в Крыму, я ходила во многие кружки. И вот на одних из каких-то вот этих вот кружков у нас подписывались на технику молодежи, была целая подборка этих журналов. А так как я очень сильно люблю читать, я приходила дома, денег не было для того, чтобы выписывать эти журналы. Я приходила и читала эти журналы. И как оказалось, я в детстве, ну не в детстве, там уже в юношестве, да, я читала журналы там, где были статьи Анатолия Дарвича. И потом уже, ну по прошествии долгого времени, да, это всплыло и вспомнилось. Конечно, сначала нет такого, что я увидела Анатолию Дарвичу, а ого, так это же я читала его статьи. Нет, конечно, нет. Вот. И для меня вообще, в принципе, одним из самых любимых авторов всегда это были какие-то авторы, которые писали фантастику. Поэтому все то, что он рассказывал и как он рассказывал, я сразу поняла, что это реальность и что это может быть. Но хотелось всегда верить, что это будет еще при моей жизни, да, скажем так, что это недалекое будущее, которое увидят только дети и внуки. А что мы тоже увидим это все. А здесь еще так случилось, что я помогаю еще это все воплотить в жизнь. Ну, поэтому мечты сбываются. С ним она покинет родительский дом. Она даже продаст принадлежавшую ей недвижимость, чтобы финансировать деятельность конструкторского бюро, разделит тяготы борьбы, будет поддерживать в самые сложные моменты, подарит ему двух детей и вложит весь свой талант и энергию в дело жизни Юницкого, взяв на себя большую часть управленческой работы, став на сегодняшний день генеральным директором проектной организации Юницкого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Но то, ради чего живет Юницкий, необходимо не только им. Это необходимо всем. В первую очередь простым людям. Тем, кто не участвует в глобальной дележке денег и власти, но страдает от этого. Тем, чей дом, планету Земля, убивают чиновники и олигархи. И он решает обратиться к этим людям за помощью в реализации идеи, призванной спасти общий дом. Он формулирует идею создания народного проекта и так делается самый главный шаг на пути. У нас получается Крым как место, где мы, наверное, восстанавливаемся после каких-то вот таких жизненных встрясок. Анатолий Эдуардович уезжал практически на сутки на рыбалку. Он приезжал, привозил улов, садился, записывал все то, что он продумал. Вечером ложился спать, в 4 утра вставал и уезжал на рыбалку. И это было вот в течение всего лета. Он просто это все прописал. И когда мы вернулись в Москву, мы пригласили несколько человек, которым Анатолий Эдуардович понимал, что с их помощью мы сможем начать это все. И когда мы сели, мы это все обсудили и начали двигаться. Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Степенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем. Человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. Дать шанс выжить будущим поколениям людей. Стать участником самого крупного бизнеса за всю историю человечества. Простые люди слышат призыв Юницкого. Идея струнного транспорта и общепланетарного транспортного средства захватывает сотни тысяч людей по всему миру. Они вкладывают в него кто сколько может. Из заработной платы, получаемой на заводах, которые отравляют их детей. Из нищенской пенсии, которую платят им обогащающиеся уничтожением их лесов и рек государства. Из стипендии, получаемой за то, чтобы добровольно и безысходно формировать в себе часть порочной в своей сути убийственной для природы системы. Это их протест и их утверждение. И цель Юницкого становится общей целью. При поддержке людей Юницкому удается реализовать идею струнного транспорта. Экономичного, эффективного, безопасного, доступного, самого совершенного из всех когда-либо существовавших. Освобождающего землю из могилы асфальта. Призванного спасать миллионы жизней от смерти на дорогах. Юницкому удалось вплотную приблизиться к реализации своей мечты. Для этого потребовалось около 40 лет. Впереди работа над созданием общепланетарного транспортного средства. И хотя подобное кажется невозможным, кое-что, на первый взгляд, невозможное, Юницкий уже сделал. Так кто же он? Безумец? Гений? Что там, в глубине космоса человека, заново открывшего космос для человечества? Он всегда интересовался высотой. Когда мы шли в детстве, мама же была занята работой, мы сами поливали огороды. Хоть я маленькая, вот в четвертом классе он в седьмом учился, там потом он в восьмом, я в пятом. Мы когда шли с автобуса по степи к огородам, я ему вопросы задавала. Вот почему такие камни шлифованные, как водой? И какие-то ракушечки находятся, все, он говорит. Но когда создавалась вот с земля до земли, это все был океан, это все было под водой. И вот и холмы, и булы, я все время удивлялась. Это все шлифовала вода. Но мне не это интересует. Меня вверх. А я говорю, а что там вверху? А он говорит, там бесконечность. Ну положительное что? Целеустремленность? Целеустремленность, настойчивость. Умение находить выход из тяжелых ситуаций. Это позволяет всегда двигаться вперед. Инженерный ум, который позволяет разрабатывать все эти сложные расчеты и все это представлять и делать. Это гений нашего времени, это Леонардо да Винчи нашего времени. Анатолий Эдуардович всегда говорит то, что он думает. И люди это почувствовали, потому что когда человек говорит правду, это чувствуется. Невозможно обмануть. Людей, которые на тебя смотрят. Это видно. Это всегда видно. Городской сумасшедший, но который, правда, в своем сумасшествии все-таки добился определенных успехов. И дай ему Бог, чтобы у него все получилось. Он давно сам себя охарактеризовал. Он, первое, что он мне сказал, вот вы о первой встрече спрашивали, это первое, что я от него услышал. Он сказал, я Толя Ельницкий, я городской сумасшедший. Вот с этого все началось. Вот сейчас я уже вспомнил это. Да, вот так я бы его охарактеризовал. В тот момент, когда люди думают о том, где подлизнуть и кому, думать о струнном транспорте, это только придурки могут. Умный, честный, добрый человек. Гениальный, наверное. Для меня Бог не тот, кто в Библии или еще в Талмуде, а тот, кто создал этот мир. Мы не знаем, кто создал, зачем создал, как создал, мир, в котором мы живем, то, что он не самый создал. Вот для меня это Бог. Я не знаю. Ну, счастье, например, жить не для себя, а есть некое предназначение. Вот даже у меня почему-то фамилия Юницкий, Юницкая, вот, да, по-английски, Юни, объединяющий, Sky, небо, T, транспорт, чистый транспорт. И может, это предназначение еще вот изначального проживания было заложено. Я его выполняю. Я знаю, что я могу создать самый безопасный транспорт на планете. Это миллиардов людей, для всех людей. Я могу создать транспорт, который вынесет индустрию в небо, в космос. И будут решены все экологические проблемы на планете. Это все, ты, транспорт. Причем, это все на фоне неба. То есть, огнящее небо через транспорт. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Идеи, которые изменяли мир в прошлом, всегда казались современникам фантастическими и нереальными. Но усилиями инженеров они обретали практически воплощения. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!